Всем привет! Это специальная рубрика для моего телеграм-канала Aliko, которая называется Aliko in my back. Сегодня у меня в гостях Валерия Гай Германика. Валерия, что у тебя в сумке? Привет, меня зовут Валерия Германика, специально для рубрики Aliko in my back. Это одна из моих любимых сумок на ней, потому что лев. Вообще, это десятый аркан Таро на лимитированной сумке Dior, но поскольку я не верю в Таро, для меня вот этот символ, крылатый лев, он много чего значит. Вот, например, первое, что я достану, это мой телефон, вот здесь тоже у меня лев и солнце для меня, потому что лев – это мое животное. Успеха, воли, храбрости и солнце, и лев солнце божественной энергии. В виде льва апостола Марка изображают. И вообще, мне с детства нравится это животное, я коллекционировала даже фигурки львов. Так что вот этот крылатый лев, я его увидела, когда я показала мужу, говорю, просто фотографию, какая изящная, какая красивая сумка. И через несколько дней они меня с детьми принесли этот подарок в коробке красивой. В общем, это я запомнила на всю жизнь. У меня здесь самое крупное, что лежит, это книжка Бердяева «Судьба России». Я его по предложениям разбираю. Вот вы видите, что я вот здесь на 80-й странице. Глава о власти пространства над русской душой. Это сборник его эссе, которые были написаны в разные годы до Первой мировой войны, во время и после. Это лупа гемолога. Зачем я ее ношу с собой? Потому что иногда мне пропихивают всякое фуфло, и я просто смотрю вот лупу на драгоценные камни. Я стараюсь у друзей, у знакомых не смотреть на их камни в лупе, потому что это может привести к ссоре, к большим просто скандалам в семье и так далее и тому подобное. Сами понимаете. Но если я, например, вижу какой-нибудь, мне говорят, вот это вот просто фамильный рубин, стоит просто дохрена. Я могу посмотреть и сказать, что это, ну, не рубин, например. в смарт-компании, в магазине в каком-то смарт-овском и посмотреть, что там продают. Вот внутри камня я могу взглянуть с помощью этой лупы и диагностировать. Дальше у меня тут лежит жвачка Airwaves. Это моя любимая жвачка, я купила в Африке. Я купила сразу много, потому что здесь ее, помню, продают. Куча разных помад. Вот у меня, например, есть помада от одного бренда. Это помада, которая делает бустер, там, увлажняет, уходит, у них классные оттенки. А вот она у меня с такой детской резиночкой, потому что вы не видите. У меня здесь вот такая всегда штука от Yves Saint Laurent, Top Secret называется. Ее тоже не продают, я всегда ее покупаю в самолете, например, продают в журнале. У нас 12 часов длится рабочий день в кино, 13-16. И вот, значит, пока это все длится, можно мазаться вот этой штукой. Я даже второго режиссера один раз намазала, и у нее такое второе дыхание открылось, и я полетела. Полетела дальше работать с массовкой. Значит, такая штука классная. Без нее вообще я не... Я когда открыла для себя минимайзер или атомайзер, называется, я поняла, что без этого жить нельзя. Как вообще же вы жили без атомайзера? Я не знаю. Посмотрите, какая изящная вещь, какая красивая штука. Там изначально были в этом атомайзере или минимайзере, как он там называется, Good Girl Gone Bad или что-то, как это называется. Но я туда начала заливать и другие духи. Вот, например, Ирмея туда духи заливала, и разные духи тоже виды Киллиан. И все они с привкусом получаются вот этого Good Girl. В общем, это... Это просто, в общем, обязательно должно быть в сумке тяжелая такая вещь. Атомайзер. Тоже помада еще одна. Это какой бренд-то? Сисли. Вот классная тоже блеск для губ. Мне очень нравится. У меня шпагализм вообще. Я если в аптеку захожу, я там все покупаю. И так же вот с этими помадами там просто бесконечное количество. Тут у меня цитрамон. Нет, это не цитрамон, кстати. Это какая-то французская таблетка от головной боли. Но цитрамон у меня тоже много. У меня есть спички. Спички у меня везде. Я вам дам классный совет от суперкрутого и самого дорогого на свете нейрофизиолога нашей страны. Советника Грефа и Натаньяху. Он, когда они там тренировали людей для разведки, значит, крабок спичек. Вы выкладываете три спички сначала на руку, на ладонь и смотрите, куда смотрят головки. Потом скрываете глаза и визуализируете, куда смотрят головки. Вы так потом прибавляете, прибавляете, прибавляете. Спички отличная тренировка для памяти, для воображения, профилактика Альцгеймера и прочих всяких этих штук. Случайно какая-то конфетка лежит из какого-то отеля в Париже. Это у меня вообще много всего. Это бумажечка у меня лежит. Что это за бумажечка-то? А, это вот, кстати, билет на мою любимую группу The Cure. Концерт был в Страсбурге. Я съездила в Сарасбург. Очень люблю группу The Cure. Вот такой билетик там. Мы напечатали, к нему прошли. До сих пор здесь лежит. Я, видимо, с этой сумкой ходила на концерт этой великой группы. Моей самой любимой на свете группы The Cure. Ручечка тоже какая-то из отеля, что ли, или самолета. Все, беру в сумочку, закладу. Еще попадается. Есть такие вот такие тухи маленькие. Есть у меня тут наушники. Есть деньги. Визитки. Вот здесь есть и деньги, и визитки. Вот визитка бренда Гернинка в шоуруме, у которого мы находимся. Шоурум моего ювелирного бренда, который очень быстро развивается на мне. Вот эти вот прекрасные чокеры, которые мы сделали. Изумруд, настоящий изумруд. Очень дорогое колье. Плетется вручную на золоте. Визитка и даже анклет есть моего бренда. Я с собой иногда ношу всякие анклеты, какие-то чокеры, чтобы подарить кому-нибудь. Встречу, какому-нибудь селебу. И подарю, приятно будет селебе. Например, селебле в подарки. Вот таким образом я несу совет не только в массы своими фильмами, но и в массы селеб. Сейчас еще у меня что-то есть. У меня есть 10 рублей. И чокер из рубина. Вот такой чокер из рубина можно купить за 12 тысяч рублей. Причем рубин будет оставаться рубином. Минералом первой группы, драгоценным камнем. Все, по-моему, достала ручка опять. Вот. Я вообще все достала вам. Просто все. И у меня есть такая классная вещь. Это когда пьешь кофе, потом брызгаешь и так себе. И у тебя свежее дыхание. Походу все. Спасибо большое за то, что вы это все посмотрели. Это все мило и глупости на самом деле, и шалости. Надеюсь, кому-то это доставило удовольствие. Это была рубрика «Али Ко, Али Ко и Май Бэк».